Интересные в дизайне сада мини-розы. Видно, что кусты невысокие, всего где-то сантиметров 50, и формируют вот такие маленькие розы. Розы выглядят вот так, в диаметре где-то 3 сантиметра, есть еще меньше. О том, как я их обрезала, смотрите вот этот фильм. Розы, конечно, очень интересны, но хочу сказать, что розы очень интересны, и у них еще много бутонов есть, так что будут цвести они целое лето. После отцветания любые розы, в частности, и мини-розы следует обрезать. Удаляем все сухие участки. Вот здесь, вы видите, остаются молодые участки, которые вновь дадут цветение. И так надо обрезать практически везде. Кустик обновится. И будет вновь такой же красивый. Сейчас я обрежу все и покажу результат. Но я срезала много еще цветущих и отсветших. Посмотрите, сейчас я покажу, как можно сделать черенки, чтобы укоренять. Смотрите, вот это черенок. Надо убрать все цветоносы. Видите, цветущие я убираю. И так я сделаю несколько черенков и покажу, как укоренять. Так, вначале удаляем все цветущее. И уже отсвершее. И затем, смотрите, опять удаляем. Оставляем совсем немножко. Вот он хороший черенок. И вот он черенок с пяточкой. Ну и теперь, конечно, можно посадить. Итак, вот здесь я не жаль его резать. Посмотрим, может он тоже укоренится. Я его посажу прямо в землю. То есть вот так спрячу. Я сделала несколько черенков, нарезала. И теперь осталось их посадить. Сажать надо в тень под банку или под какую-то емкость. И поливать постоянно, чтобы вокруг земля была влажная. Но я попробую пойти другим путем. Очень засушливо у нас сейчас. Сохнет все. И я могу, конечно, забыть про розы. Что я делаю? Как всегда, дренаж какой хотите. И вот здесь у меня уже готовый субстрат. Из кокосового субстрата и торфа. Смотрите, я ставлю. Сейчас я сюда воткну все мои черенки. Вот так. Этот я сказала, что до земли его прикрою. Так, чтобы все они все были посажены. И посмотрим. Я буду их поливать. Это уже будет как комнатное растение. Поэтому я за ним буду следить больше. Я его не оставлю в огороде. А после того, как оно пойдет в рост, я покажу видео. Только тогда я покажу видео. Пока это эксперимент. В этом субстрате розы очень должны хорошо прижиться. Вы видите, что я немножко его придавливаю. Ну и сейчас поставлю пропитаться водой. И буду за ним смотреть, как за комнатным растением. И вот когда пойдут листочки новые, я покажу это видео. Продолжение следует.